Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Место под солнцем. Милиция продолжает проверять несанкционированные пляжи. Почему вода и алкоголь несовместимы? Несигаретный дым. В общежитии на Гагаре нагорела бытовка. Самыми распространенными причинами пожара является неосторожность с огнем, в частности, при курении. Какие последствия? Цветущий завод или с любовью к родине. На Бобруйско-Громаше прошел конкурс на оформление лучшей клумбы. Происходит голосование в режиме онлайн. Что на кону? А также молочная страна, плодородная земля и бесконтактная оплата. В Беларуси запустили приложение BillCardPay. Кому доступна услуга? Минская марка. Президент посетил столичный молокозавод номер один. Производственные площадки разместились как в столице, так и в регионах. Здесь выпускают сотни наименований продукции. Молоко, сырки, сметану, творог и сыры под разными торговыми марками. Среди них славянские традиции и молочная страна. Холдинг занимает практически пятую часть белорусского рынка и больше половины столичного. Почему вы заранее не продумали об импортозамещении? Я вас 10 лет, вот журналист и свидетель, я давно вам клепал в голову импортозамещение, импортозамещение. Вот так случилось, что у нас такого материала не было. Наверное, это есть смысл подумать о производстве его в нашей стране. Значит, я уже подумал, твой контроль, под его ответственность, чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Определи, и чтобы до конца года материал был. А то будем опять руками разводить, химическая промышленность у нас суперразвитая, а мы не можем клеенку эту произвести, слушай, разговоры, чтобы к концу года упаковка была. Вторая у тебя проблема, насколько я знаю, это запчасти. Запасные части. Закупили все импортное, а сейчас может быть проблема с запасными частями. Вот две позиции упаковка и запасные части к импортному оборудованию. До конца года должно быть проработано. Я не должен слышать вообще ничего по вопросу того, что упаковки не хватило, или же запасных частей не хватило. Упаси бог, ты мне доложишь по этому вопросу. Обеспечить внутренний рынок и только потом поставлять на экспорт. Так должны быть расставлены приоритеты. Что же касается внешнего, Беларусь в пятерке мировых поставщиков молокопродуктов. За полгода за границу отправлены продукции на полтора миллиарда долларов. МЧС напоминает, что по-прежнему самыми распространенными причинами пожара является неосторожность с огнем, в частности, при курении. В случае обнаружения пожара нужно незамедлительно звонить спасателям. Телефоны прежние 101 и 112. Сообщите диспетчеру точный адрес и что именно происходит. К печальным последствиям вредная привычка приводит, пожалуй, слишком часто. Всего же в Бавруйской районе количество огненных ЧП свыше сотни. И это только с начала года. Дошкольное воспитание, уникальные памятники и выгодный шоппинг. Россияне заново открывают для себя преимущества отдыха в Беларуси. Какие путевки сейчас в тренде? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси намолочено почти 4 миллиона 400 тысяч тонн зерна. В Брестской и Минской области перешагнули миллионный рубеж. Заканчивается и уборка озимого рапса. Завершить жертву планируют примерно с 20 по 25 августа. Специалисты прогнозируют, уборочное повлияет на рост производства в агропромышленном комплексе и ВВП в целом. В стране запустили приложение бесконтактной оплаты Белкартпэй. Реквизиты не сохраняются и не раскрываются. Услуга доступна клиентам Беларусьбанка, БелАгропромбанка, Паритетбанка, Банков Решений, БТА и Цептер. Список будет расширяться. Рассчитаться телефоном можно в любом магазине. Единственное требование – наличие технологии NFC. В Беларуси обновили порядок деятельности детских садов. Обучение и воспитание должно происходить на одном из государственных языков. Если время нахождения детей от 2 до 7 часов ежедневно, можно создать группы кратковременного пребывания. А в период каникул при сокращении численности воспитанников разрешено их переформировать или закрывать. На реставрацию и восстановление историко-культурных объектов из фонда президента выделено 3 миллиона рублей. Это позволит сохранить уникальные памятники архитектуры всемирного значения. Списки – церковь, усадебно-парковые ансамбли, дворцовый комплекс и замок. Россияне заново открывают для себя преимущество отдыха в Беларуси, причем уже с новых сторон. Тур-операторы говорят о вспецке шоппинг-тура в Минск. Тренд появился на фоне ухода многих иностранных брендов с рынка РФ. К слову, с 8 августа Белавия летает во все аэропорты Москвы ежедневно. Кроме того, авиаперевозчик выполняет рейсы из нашей столицы в более чем 10 регионов страны-соседки. Август в разгаре. На термометрии стабильный плюс. Люди спасаются от жары на водоемах, причем как в оборудованных местах, так и запрещенных. Чтобы предотвратить трагедию, сотрудники ОВД проводят профилактические рейды. Татьяна Горбач, о том, как не пополнить печальную статистику. Солнце в зените. Карьер на Форштадте рядом с 17-й школой. Сотрудники ОМОН совместно с инспекцией по маломерным судам обследуют береговую линию. В поле зрения попадает резиновая лодка. Мужчина явно занимается браконьерством. Да, и о собственной безопасности не позаботился. Отсутствует спасательный жилет. Вину осознал. Очень частые нарушения на водоемах происходят из-за того, что судовладельцы не берут с собой судовой билет, сертификат на право управления маломерным судом, то есть техосмотр, также жилеты. За нарушение управления маломерными судами предусмотрено предупреждение и штраф 0,5 базовых. Следующая остановка – несанкционированный пляж возле очистных. Двое нетрезвых мужчин после водных процедур отдыхают под кустом, в обстановке далекой от эстетичной. Рядом пластиковая бутылка с горячительным. Здравствуйте, милиция. Здравствуйте. Как дела у вас? Что случилось? Они его помыли. Помыли. Знаете, что купание запрещено здесь? Почему состояние пенения находится здесь, вблизи водоема? Любителей выпить доставляют в отделение милиции для дальнейшего разбирательства. Следующий пункт – пожарный водоем в Киселевичах. Месяц назад здесь утонул подросток. Тело 14-летнего мальчика нашли в трех метрах от берега. Но трагедия явно ничему не учит. Женщина непринужденно плавает в опасном озере и, кажется, не задумывается о последствиях. В Бобруйске за купальный сезон стихия унесла жизни семи человек. Из них двое – несовершеннолетние. Все взрослые погибли в состоянии алкогольного опьянения. Дети из-за того, что одни купались в неустановленных местах. Сотрудники УВД Бобруйского госполкома с другими заинтересованными лицами на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в местах массового отдыха граждан. С начала купального сезона на территории города Бобруйска было привлечено 94 человека за распитие и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в местах массового отдыха граждан, то есть вблизи водоемов. А также 64 человека было привлечено за купание в неустановленном месте. В городе действуют четыре санкционированных пляжа. Центральный, в Приберезинском микрорайоне, вблизи здравницы имени Ленина и санатория Шинник. Здесь оборудованы раздевалки, душевые и туалеты, есть питьевые фонтанчики, летние кафе. Дежурят спасатели. Ежедневно берутся пробы воды. По результатам лабораторных исследований, проведенных 9 августа текущего года, выявлено несоответствие на всех четырех пляжах разрешенных. Поэтому у нас продолжают действовать ограничительные мероприятия. Полностью запрещено у нас купаться на пляже Центральном и на пляже санатория имени Ленина. На пляжах санатория имени Шинника и на пляже 6 микрорайона ограничено купаться только детям. Жара не отступает. Вместе с ней накаляется обстановка на запрещенных пляжах. Спасатели практически ежедневно фиксируют новые жертвы летнего отдыха. С начала года в Беларуси утонуло уже 272 человека. И это прямое доказательство. Вода ошибок не прощает. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Цветы – символ жизни. В этом уверены сотрудники Бобруйска-Громаша. Уже четвертый год на предприятии проходит конкурс на лучшее оформление клумбы. Каждое лето на заводе расцветает настоящий рукотворный оазис. В этот раз конкурс приурочен к году исторической памяти. Теме, которое не может оставить равнодушным ни одного белоруса. Цветники с национальным колоритом разбили работники 25 структурных подразделений. Учитывалось как композиционное построение, так и эстетическая составляющая. Все наши участники с особым энтузиазмом подходят к этому мероприятию и стараются чем-то удивить комиссию. У нас происходит голосование в режиме онлайн. И вторая особенность – это работает непосредственно комиссия, которая на местах выявляет и оценивает какие-то изыски и ставит свои оценки. Каждое утро мы идем на работу, радуемся этой красоте. Люди идут тогда с настроением, потому что труд тяжелый у людей. Хотя бы немножко яркости создают эти красивые цветы, клумбы. В создании цветочных композиций конкурсанты использовали вторичные материалы – металл, дерево, камни. И, конечно же, частичку души. Любовь к родному краю и бережные отношения к историческому наследию – лейтмотив каждого зеленого островка. Тройка победителей получила дипломы и денежное вознаграждение. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok